Фрэнсис Скотт Фитцжеральд когда-то написал, с первым осенним холодком жизнь начнется сначала. Не правда ли осень удивительная пора? Столько художников, поэтов, писателей вдохновлялись именно этим временем года. Библиотека номер 7, поселка Маймаксанского лесного порта, среди всего многообразия книг, подготовила видеообзор 10 книг с дождливой атмосферой. Юхан Харстад. Где ты теперь? На краю бездны находятся Фарерские острова, где царят смерть, любовь и океан, где слезы смешиваются со снегом. В этой галактике люди совершенно иные. Одни целуются на фоне заходящего солнца под пением китов в бухте, другие забивают этих китов багром и купаются в море крови, а третьи засовывают руки в их раны, чтобы согреться теплом убитых животных. В воле обстоятельств туда занесло юного норвежца Матиаса, который родился в то мгновение, когда первый космонавт шагнул на Луну. Вам хотелось бы выйти на сцену, спеть и перевернуть всю Вселенную? Матиасу это удалось, но ему не нужен весь мир, даже если он у него в руках. Эта необыкновенно лиричная, остроумная и жизнеутверждающая книга стоит бессонной ночи. Роберт Маккамон. Голос ночной птицы. 1699 год. Американский юг. В маленьком городке Фаунд-Роял поселилось зло. Зверски убитый местный священник и уважаемый фермер, и убил их не человек. Гибнут посевы, много дней льет, не переставая, проливной дождь. Ядовитые испарения поднимаются от болот. Людей преследуют во сне кошмарные видения. Конец света уже близок. Кто же в этом виноват? Ведьма. Преступница поймана и брошена в тюрьму. Чтобы судить ее по всей строгости закона, из ближайшего города Фаунд-Роял едут судья Вудфорд и его помощник, юный клерк Мэтью. Диана Сеттерфилд «Беллман и Блэк» или «Незнакомец в черном». Впервые на русском долгожданный новый роман Дианы Сеттерфилд, прославленного автора 13-й сказки, признанного шедевром современной английской прозы, который заставил критиков заговорить о возвращении золотого века британского романа, овеянного именами Шарлотты Эмили Бронте и Дафны Дюмарье. В детстве Уильям Беллман убивает из рогатки грача. Невозможный через все поле выстрел, тем не менее, попадает в цель. Поступок это вскоре забывается, но имеет непредсказуемые и трагические последствия через много лет. Когда Уильям уже вырос, стал уважаемым человеком, женат с четырьмя детьми, грачи ничего не забыли. И вот ночью на кладбище Уильям заключает невероятную сделку с незнакомцем в Черном, таинственным образом вошедшим в его жизнь, сделку, которая навсегда изменит судьбу Уильяма. Рэй Брэдбери «Смерть – дело одинокое». 1949 год. Венеция, штат Калифорния. Американские горки разобраны на металлолом. Кинотеатр на Персекуст и заколочен. Львиные клетки, затопленные в канале, находят мертвое тело. Первое из многих. Все склонны считать, что никакой связи между смертями нет, кроме детектива Эльма Крамли и странного молодого человека, целыми днями просиживающего за пишущей машинкой и рассылающего свои рассказы в журнале «Черная маска», «Сверхъестественные истории», «Мадмазель». Роман Брэдбери, написанный через 20 с лишним лет после «Надвигается беда», удивил всех своих читателей. Аркадий и Борис Тругацкие «Гадкие лебеди». В одной неназванной европейской стране, в провинциальном городке, где идет бесконечный дождь и живут хмурые равнодушные люди, популярный писатель Виктор Банев наблюдает за таинственными силами, постепенно меняющими здешнюю атмосферу и незаметно влияющими на моральный облик горожан. Интеллектуалы-мутанты, называемые мокрецами, которых правительство пытается держать под контролем, воспитывают детей города, делая из них вундеркиндов. В итоге именно дети выносят приговор лживому миру взрослых, покидая город. Джедедая Берри «Учебник для детектива». Это уникальная книга. Книга, которая собрала урожай призов и номинаций на призы одновременно в жанре детектива, фантастики, фэнтези и современной прозы. Книга, жанр которой трудно и почти невозможно определить. Перед вами читатели «История Чарльза», обычного клэрка в детективном агентстве, расследующем необычные преступления в городе, где всегда идет дождь. Когда при таинственных обстоятельствах исчезает самый знаменитый детектив агентства, Чарльзу поневоле приходится занять его место. Ему вручают странные учебники для детектива. Далее новоиспеченному следователю предстоит действовать самому и помнить, в лабиринтах вещь не то, в чем кажется. Элеонор Каттон «Светила». Представляем читателям роман, лауреат Букеровской премии 2013 года и, пожалуй, наиболее яркое событие за всю историю этой престижной награды. Книга побила сразу два рекорда. «Светила» – самое крупное произведение за всю историю премии, а Элеонор Каттон – самый молодой лауреат. Итак, добро пожаловать в Новую Зеландию, в самый разгар золотой лихорадки. 12 человек, включая священника, аптекаря, издателя местной газеты, двух китайцев и туземца, сходятся в задней комнате захудалой гостиницы обсудить несколько таинственных происшествий, в которые они так или иначе оказались впутаны. Бесследно исчез фантастически удачливый юноша, которому принадлежит и львиная доля местных участков. А в хижине умершего той же ночью бедного старателя обнаружился огромный золотой клад, после чего самая популярная из ночных бабочек решительно встал на путь исправления. 12 заговорщиков выкладываю все случайно зачесавшемуся в их ряды незнакомцу. Тут и кораблекрушение, и кондромандное золото, и шантаж, и несчастная любовь, мошенничество, месть, случайные выстрелы, спиритический сеанс и суд. Есть тут и пропавшие грузовые контейнеры, и спрятанные документы, и потерянные состояния. Казалось бы, Светила – это добрый старый детектив наподобие женщины в белом. Однако структура книги основывается на астрологии. Автор рассчитывал о движении звезд и планет по мере развития сюжета, ведь действующие лица связаны с небесными телами. 12 звездных героев, соответствующих зодиакальным знаком, и 7 планетарных, все вращаются вокруг героя Земли, убитого при таинственных обстоятельствах. Джонатан Коу «Пока не выпал дождь» новая книга лучшего английского романиста – это сложная и запутанная история. В скрытом от людских глаз особняке умирает Розамон, прожившая долгую и полную секретов жизнь. Наследником она оставляет коллекцию старых фотокарточек и несколько магнитофонных кассет, свою историю. Слепая девочка, растворившаяся во времени, ее странная мать и необузданная бабушка. Розамонт описывает, как их жизни переплелись с ее собственной, пытаясь в последние свои часы разгадать тайных желаний и побуждений. «Пока не выпал дождь» – роман «Размышления о прошлом», в котором все переплетено с настоящим. Книга о вечном и сиюминутном. Новая книга Джонатана Коу – чувственная, напряженная и негромкая проза, в которой все сплошь в полутени и полутона. По легенде, затерянный на пустынном острове хутор построен из бревен, оставшихся после кораблекрушения. Поэтому рядом с живыми здесь всегда присутствуют мертвые. Двое молодых людей приезжают сюда из Стокгольма. Они хотят прожить здесь долгую счастливую жизнь и вместе вырасти своих детей. Но этим мечтам не суждено сбыться. Однажды, при странных и трагических обстоятельствах, Катрин погибает. Йоаким не готов смириться со смертью жены. Он ждет ее прихода. Он верит, что в ночь перед Рождеством Катрин вернется к своей семье, чтобы отметить этот праздник вместе с близкими. Но Йоаким не знает, что не только призрак умершей Катрин навестит его этой праздничной ночью. Он даже не думает о том, что бояться нужно не мертвых, а бояться нужно живых. Говорят, в княжьих горах обитает чудовище, человек превращенный в дракона тысячу лет назад. Сармат хитер и жаден, его чертоги полны сокровищ и пленных, каждый из которых не доживет до следующего года. Каменная Орда под предводительством его брата, грозного ярха предателя, совершает набеги и вызывает трепет у людей от южных низин до льдов севера. Вооруженный отряд везет сармату откуп, богатство и драконью невесту, слепую расславу. И у девушки нет ни красоты, ни особенного дара, лишь свирель, которая режет ее руки. Горные хребты, заснеженные пустоши, разбойники и колдуни-оборотни, этот путь будет длинным.